Всем привет! Сегодня с вами снова я, Владимир, и это очередной полезный видеоролик у меня на канале. Сегодня мы поговорим о том, что такое режим не беспокоить, и как его прокачать на вашем телефоне. Все дело в том, что режим не беспокоить позволяет убрать все лишние раздражители из вашего телефона. Звонки, сообщения соцсетей, письма и игровые уведомления. Android позволяет включать его как по расписанию, например в будние дни, вечером перед сном, так и вручную, если вы, например, сидите на уроке, на совещании или пошли в кино. Но проблема в том, что некоторые программы не могут нормально функционировать, если у вас включен режим не беспокоить. Их очень мало, и возможно вы с ними даже еще ни разу не сталкивались. Но предупрежден, значит вооружен. Сейчас я лечусь от храпа. Да, вот так вот. У меня в жизни случилось очень сильное потрясение, и я начал храпеть. Программа должна мне помочь избавиться от этого недуга, и как ни странно, она работает. Я пользуюсь ей с 31 декабря, а сегодня у нас 25 июня. И о ней я расскажу в одном из следующих видео. Это медицинское приложение, поэтому у него такие требования к системе Android. Она не может работать с включенным режимом не беспокоить. В 11 версии Android Google позволил добавлять программы в исключение, благодаря чему правила режима не беспокоить на выбранные приложения не распространяются. Но это в 11 версии. А у Samsung это еще было на Android 10.0. Сейчас у меня телефон с MIUI 12, работающий на 11 андроиде. И Xiaomi почему-то эту функцию так и не реализовала. Вот она, фрагментация системы Android в чистом виде. То есть у вас как может быть возможность добавить программы в исключение, так и нет. А если у вас телефон с устаревшей версией Android, например 8 или 9, то и шансов почти никаких нет. Ну то есть как нет? Есть! И как это сделать я вам сегодня покажу. Речь пойдет о программе AppBlock. У нее обширный функционал, и по сути она добавляет возможности программы цифрового благополучия от Google на несовместимые с этим приложением устройства. Это все круто. Кратенько пробежимся по ее возможностям, но это не тот функционал, из-за которого начал пользоваться этим инструментом. Меня волнует режим не беспокоить. Поэтому кратко. AppBlock анализирует, как часто вы разблокируете экран своего смартфона, как долго сидите в тех или иных играх и приложениях. Утилита во время установки предлагает вам пройти коротенький тест. Как долго, по вашему мнению, вы пользуетесь телефоном в среднем за день, и как часто его разблокируете. И потом выдают карточку с вашими ответами и фактическими цифрами. Если вы сильно промахнулись с ответами, то скорее всего у вас цифровая зависимость. У меня же получилось прям все четко. Я не питаю никаких иллюзий. Я провожу за телефоном очень много времени. То есть я это осознаю. Теперь о профилях. У программы два режима работы. Для себя, то есть вы настраиваете работу AppBlock под свои нужды, и режим куратора. Например, вы не хотите, чтобы, будучи в школе, ваш ребенок засиживался в Fortnite или Brawl Stars. Можно настроить блокировку отвлекающих игр по геолокации. То есть когда ваш отпрос будет в школе, они будут там недоступны. Аналогично и с программами. Или по времени. Если он допоздна засиживается в YouTube или TikTok, эти приложения также можно ограничить после 10 вечера. Но опять же, мы сегодня не говорим о ваших детях и всевозможных запретах. Наша цель – это режим не беспокоить. Давайте откроем мой профиль лечения от храпа. Как вы видите, программа блокирует уведомления от всех приложений с 11 вечера и до 6 утра. Именно уведомления. Можно блокировать сам запуск программ и веб-сайты. В исключение добавил только программу для лечения храпа. Удивительно, но AppBlock каким-то образом может перехватывать даже системные уведомления, которые как бы считаются неприкосновенными. Но он их как-то ловит. Может быть из-за режима администратора, я не знаю. Давайте создадим профиль с нуля. Жмем на плюсик и выбираем режим. Пусть это будет время. Определяемся с днями и временным интервалом. Понедельник с часу до двух. Сохраняем. Далее выбираем, что именно блокировать. Если ваша цель полностью отключить все уведомления, то есть сымитировать работу режима не беспокоить, то ставьте галочку напротив каждого приложения. Также обратите внимание на пункт «Добавлять новые приложения». То есть все, что будет установлено после настройки этого профиля, также автоматически будет приглушаться в соответствии с вашими настройками «Не беспокоить». Пусть для примера это будет программа «10 целей». Сохраняем. Теперь выбираем, что именно нужно блокировать. Запуск самого приложения, его уведомления или веб-сайты, которые с ним связаны. То есть если вы выберете, например, приложение ВКонтакте, то сайт vk.com также будет заблокирован. Придумываете имя профиля и создаете его. Все очень просто. Давайте подытожим. Если какая-то программа не может работать с режимом «Не беспокоить», то вы блокируете уведомления у всех приложений через AppBlock, а нужную программу добавляете в исключение, и тогда она будет работать как надо, без каких-либо сообщений об ошибках. Вот собственно и все. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте палец вверх. Если вы не знаете, что написать, то просто напишите до конца. Тогда вы всегда сможете рассчитывать на мою помощь. Всем пока!